Когда от красоты кружится голова. И это не громкие слова. Это кастинг на участие в конкурсе Мисс Беларусь 2020. И речь уже давно не только про самую обаятельную и привлекательную. У белорусок это кажется вообще в крови. В маленьких деревнях, районных центрах и городах эксперты из мира моды и телевидения несколько месяцев искали ту, про которую захочется вспомнить, даже когда уйдет со сцены. Ту, которая светится изнутри вне зависимости от того, как складывается ее жизнь. Ту, которая прежде чем стать обладательницей короны на подиуме, уже достойна ее в жизни. История Марины Курочкиной могла бы стать основой киносценария. Девушка окончила сельскохозяйственную академию и вернулась домой в Добруш. Несколько лет назад погибли ее родители и сейчас она живет одна. Искренне любит свою работу Марина специалист по идентификации животных. На ферме ведет учет крупного рогатого скота. Где ты Бирку потеряла? А по вечерам она много говорит по-французски с друзьями из Бельгии. Девушка ездила туда на каникулы в детстве. Объясняет, под ритм этого языка бьется ее сердце. Красота нужна везде, в любой профессии, но здесь особо ей не попользуюсь, потому что все-таки работа тяжелая и связана с довольно крупными животными. И здесь больше нужна сила и характер, потому что работать очень тяжело здесь. Все-таки сельское хозяйство это, я считаю, самая сложная отрасль, которая может быть. Пока Марина, как и сотни других красавиц, прошедших в областной этап конкурса, в ожидании заветного списка полуфиналисток. Но ведь путь к короне может начаться в любой момент. Японское «мисс Беларусь» может быть каждый год. Что в переводе означает «я верю, что мисс Беларусь может стать каждая». И если сказать, что трогательных, удивительных и впечатляющих историй единицы, жюри проекта только рассмеется в ответ. С утра до вечера, знакомясь с красавицами, они открывали для себя самые неожиданные профессии, таланты и мечты. Ну, есть мечта. Ну, говорите, говорите, говорите. Иметь дорогую бензопилу. А еще у нее желтый пояс по тайквондо, она учится на биотехнолога и абсолютно не стесняется рассказывать о своей работе – дворником. Я не стыжусь работать дворником. Это не стыдная профессия, даже близко не стыдно, потому что это нужная профессия. Без нее, как бы, будет очень грязно. Уехать из родного Дрогичина в красивую столичную жизнь – это не ее мечта. Красивая и уверенная в себе. Она хочет получить высшее образование и дорасти до должности мастера в ЖКХ. Своим хобби называет тримминг, покос газонов и опиливание старых веток на деревьях. Для этого и нужна современная бензопила. К такой мечте через подиум еще точно никто не шел. Закончите дома ремонт. Мама – дворник, и я – дворник. Не получается финансово закончить его. Я планирую своим хобби заработать и закончить ремонт, закончить обучение в университете. Мисс Беларусь, кастинги вот эти вот – это перебороть себя, попробовать себя в чем-то новом. Перебороть себя и почему бы не изменить всю жизнь? Такие чувства и надежды переживает практически каждая девушка, пришедшая на кастинг. Провокационные вопросы жюри, придирчивые взгляды и, возможно, первое в жизни дефиле в купальнике. И на этом этапе они порой обворожительны в своем стеснении. Угадать, кем работает Яна, уверяем вас, невозможно. Она преподаватель по классу балалайки в агрогородке Осиновщина. Каждый день ездит туда из Сморгони. Погружать детей в мир музыки искренне считает своим призванием. Хорошо, главное закончить громко, правда? В свободное время занимается народными танцами, участвует в концертах. В роли модели попробовала себя впервые. Уж слишком часто о ее красоте говорили коллеги и родственники. Если мне так говорят люди, может, правда стоит попробовать? Чего бояться, да? Попробовать? Это же не страшно. Попробовать, да. Ну, я решила попробовать. И такой результат, когда был мой выход, когда я вышла и с балалайкой сыграла, когда я увидела глаза жюри, когда мне начали хлопать, когда мне начали говорить класс, молодец, очень понравился им мой номер, я просто как окрылилась. Сержант Анастасия Гурина с детства мечтала не о короне, о погонах. Девушка из семьи военных и форма действительно ей к лицу. Изучила международное право на юрфаке и теперь с гордостью служит на самом большом погранпереходе Варшавский мост. Я считаю пограничную службу одной самой благородной, потому что именно мы обеспечиваем национальную безопасность нашей страны. И, конечно же, я хочу представить пограничную службу в лучшем свете. Их объединяет возраст, статус не замужем и такая разная, но такая настоящая белорусская красота. Это только четыре яркие истории из пятисот, которые жюри услышали на областном этапе кастингов. Определить финалисток сразу невозможно. В полуфинал пройдет каждая пятая, а после уже из ста красавиц назовут имена тридцати, которые и выйдут на подиум перед всей страной. И, быть может, не так важно, попадет в полуфинал, станет мисс фото или эта история так и закончится участием в кастинге. Корона одна и вручается всего на два года. А порой куда важнее чувствовать себя красивой на ферме или в школе, в платье или в форме. И знать, что если выпадет шанс, то готова и на подиум настоящая мисс Беларусь уже сегодня и каждый день. Анна Волковец, Ирина Никитина, Максим Вечерков, Маргарита Науменко, Контуры.